Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим такой потрясающий индикатор в платформе Trading Volume Terminal как визуализация отчетов комиссий по торговле фьючерсами США по товарам, валютам и индексам. Данная функция находится в меню объемы, сототчеты. Здесь мы видим разделение на 5 групп. Это дезагрегированный отчет, то есть новая версия отчета комиссии по торговле фьючерсами. И старая версия, более сокращенная, это агрегированный отчет, который разделяется только на 2 группы. Итак, пройдемся по каждой группе участников торгового процесса и потом перейдем к практическому применению данного индикатора и какую пользу он может составить нам, трейдерам, для получения лучших результатов на рынке. Первая группа это производители-поставщики. Она включает в себя также коммерсантов, обработчиков и потребителей товара. То есть это группа тех участников, которые непосредственно имеют дело с реальным активом и соответственно используют фьючерсные рынки для хеджирования своих позиций. Далее это своп-дилеры. Я зачитаю определение, потому что оно не такое простое. Это компании, которые занимаются товарными свопами и используют фьючерсные рынки для управления или хеджирования рисков, связанных с этими своп-операциями. Контрагенты такого дилера могут быть обычные спекулянты, хедж-фонды или коммерческие трейдеры, которые управляют риском, связанных с их физическим товаром. С этого определения, честно говоря, обычному человеку очень тяжело понять, что это за группа и каких участников она включает. Я покопался в интернете и нашел непосредственно список тех зарегистрированных своп-дилеров, которые имеются непосредственно на Чикагской товарной бирже. Они там не опубликованы, но такой список есть. И вот кто входит в эту группу. Это 94 компании, которые представляют из себя достаточно крупные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suits. То есть, по сути, это наши любимые маркетмейкеры, которые берут на себя неограниченный спрос и предложение со стороны остальных участников торговли. Следующая группа – это уже управляющие активами. И это группа, которая непосредственно использует финансовые рынки для получения прибыли. Включает она в себя хедж-фонды, инвестиционные фонды, различные портфельные управляющие и так далее. То есть, достаточно крупные участники, которые используют финансовые рынки, конечно же, для заработка денег. Остальные подотчетные – это трейдеры, соответственно, и компании, которые не подпадают ни под одну из первых трех категорий. И пятая, последняя группа – неподотчетные позиции, то есть, счета менее 100 тысяч долларов. Есть два варианта отображения данной информации. Это линия и гистограмма. Выбираем дезагрегированный отчет. Таким образом, мы будем видеть все группы участников. Здесь процент открытого интереса по лонгам и по шортам. И кроме этого, мы можем видеть изменения по сравнению с предыдущим периодом. И также абсолютное значение, сколько позиций открыто по каждой группе участников. Линейный график, который мы можем также выбрать, можно отобразить на любом таймфрейме. Он нам показывает абсолютную величину позиций по каждой группе участников. Это, соответственно, нетто-позиция, перевес, лонгов или шортов. По валютным фьючерсам немного отличается состав участников. Это брокеры и дилеры, которые являются теми самыми коммерческими трейдерами, то есть, хеджерами, которые выступают принимающей стороной, хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке. И дальше институциональные инвесторы, которые принимают деньги у населения. Это достаточно крупные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и так далее. То есть, здесь идет разделение инвест-фонды и хедж-фонды, которые непосредственно берут деньги у крупных инвесторов и не являются подотчетными комиссией по ценным бумагам и биржам. В этом большая разница. То есть, они могут использовать различные стратегии, также самую маржинальную торговлю, они еще называются на английском leveraged, потому что используют плечо для своих торговых операций и потому отличаются от институциональных инвесторов. И здесь также остальные подотчетные и неподотчетные позиции по тому же принципу. Индикатор можно активировать на всех вкладках для того, чтобы не загружать на каждой. Очень удобно. И, ну, соответственно, выбрать цвет, который вам нравится по каждой группе. Давайте перейдем к практике и рассмотрим, как непосредственно можно применять данные отчеты, анализируя их в комбинации с ценовым движением. Для того, чтобы определять тренды и разворотные точки этих трендов, нам необходимо рассматривать две самые основные группы. Это управляющие активами и производители-поставщики. То есть, первые имеют цель хеджироваться, вторые заработать непосредственно на движении. С помощью индикаторов сот очень хорошо видеть экстремумы, то есть, пиковые значения на рынке и также дно рынка, когда очень большая вероятность разворота. Это очень важно. То есть, здесь посмотрите, когда набор позиций достигает пиковых значений, скорее всего, рынок готовится к развороту тенденции. Когда тенденция продолжается, она также продолжается изменениями позиций хеджеров и крупных спекулянтов. И когда рынок достигает дна, это разногласие максимально увеличивается. Если же рынок находится во флете, не будет такого сильного расхождения. То есть, позиции участников будут плюс-минус на одном уровне. Они могут достигать 0-0 отметки и расходиться, но не такой сильный будет между ними дисбаланс. Вот именно резкое изменение также очень интересно. Оно может нам показать, что разворот достаточно близок. То есть, когда позиции участников расходятся резко в разные стороны. Это для нас топливо для дальнейшего поиска точки входа. Вот посмотрите, к примеру, на золоте также все экстремумы, они сопровождаются расхождением между производителями и крупными спекулянтами. Это очень важный момент. Это классическая модель интерпретации сот-отчетов. То есть, я их еще использую для того, чтобы действительно искать максимальный дисбаланс. Вот посмотрите, мы берем не только группы основные, мы также можем брать и мелких спекулянтов, и неподотчетные позиции. Вот по NASDAQ был очень сильный сброс позиций мелкими спекулянтами прямо перед началом длительного тренда. То есть, вот позиция уменьшилась на 700%. То есть, была лонговая позиция, стала даже немного шортовая. После чего, в принципе, рынок больше не возвращался к данным значениям. То есть, вот такие сильные, мощные изменения, они нам дают возможность задуматься о том, что рынок может сейчас двинуть в каком-то направлении. И если же очень большое сокращение лонгов идет, то, соответственно, скорее всего, может продолжиться тренд. Вот посмотрите, по индексу Nikkei тоже, когда произошло максимальное снижение позиции институциональных инвесторов, после этого пошла дальнейшая динамика на восхождение. Когда идет падение, конечно же, они будут закрывать свои позиции для того, чтобы не потерять. Потому что задача пенсионных фондов и страховых компаний больше не потерять деньги. То есть, таким образом можно включать логику, логическое мышление и смотреть, почему произошел такой сброс позиции. Не просто так он произошел, тем более такое сильное падение, то есть на 116%. И вот мне интересны именно такие ситуации, то есть сильное падение, сильный рост, неважно даже по какой группе. То есть после этого можно найти хорошую точку входа и энергия будет для того, чтобы спровоцировать потенциал для дальнейшего движения. И напоследок давайте посмотрим фунт. Хочу сказать, что прямо сейчас есть хорошая возможность купить фунт, потому что максимальная дивергенция между брокерами, дилерами и хедж-фондами. Leveraged. То есть те, которые зарабатывают на спекуляции. Вот они шортили, шортили, шортили и довели цену до минимума. То есть сейчас они будут уже производить, скорее всего, закрытие позиций. Почему я так говорю? Потому что вот все максимальные расхождения, которые происходили, они сопровождались разворотом тенденции. Вот посмотрите, где бы в какой точке рынка максимальное расхождение не происходило и потом сокращение позиций. То есть это приводило к развороту целой тенденции. Потому данный индикатор, он очень хорошо показывает тренды, очень хорошо показывает экстремальные точки на рынке. И я его рекомендую, конечно же, использовать вам для более качественного анализа и видения рынка. Хочу также сказать, что большинство сервисов учитывают только фьючерсную позицию. Но это не совсем верно, потому что опционные позиции, они являются очень важными для построения торговых стратегий. Если у трейдера есть нет, то длинная позиция по фьючерсу, у него может быть короткая по опциону. Соответственно, у нас в платформе представлены и фьючерсные, и опционные позиции по участникам рынка. И мы это делаем для того, чтобы не потерять часть общей картины. На самом деле, соточеты очень крутая штука для спекуляции, не только для инвестиционной деятельности. Потому что мы можем видеть и сориентироваться, какой будет потенциал у дальнейшего движения. И также понимать, тренд это или боковик. Потому что для работы в тренде нам необходимо дождаться определенного отката и затем заходить на продолжение движения. А когда мы работаем в боковике, то есть там и соотношение риск-прибыль у нас увеличивается. И, соответственно, немножко мы адаптируем свою стратегию под работы именно в диапазоне. И это также очень помогает нам информация по соточетам понимать, где тренд, а где идет амплитудные колебания в боковике. Соточеты это, к сожалению, единственный инструмент на рынке, который дает вам возможность получить информацию по позициям всех участников рынка. К сожалению, публикуется он с задержкой, то есть информация собирается комиссией во вторник и предоставляется аж в пятницу вечером. То есть у нас есть задержка в три дня. Но, тем не менее, это единственный, действительно, индикатор, который показывает направление позиций хеджеров, крупных трейдеров, маркетмейкеров и крупных спекулянтов. Потому пользуйтесь на здоровье и до встречи в следующих видео. Пока!